Все докладчики хорошо выдержали регламент, молодцы. И у нас еще остается 10 минут. Если есть какие-то вопросы к выступавшим, делавшим сообщение, пожалуйста, можно задать. Есть вопросы? Нету, да? Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Как она полностью совпадает с другими системами оценки полного агресса? Она совпадает не со всеми системами, потому что какие-то системы требуют полного отсутствия всех опухолевых клеток, как инвазивного компонента, так и рака ин-ситу. Часть систем допускают то, что рак ин-ситу в ложе первичной опухоли может остаться. Система RCB и Miller Payne допускают, что какое-то количество рака ин-ситу, точнее Miller Payne не регламентирует, а RCB допускает, что рак ин-ситу может остаться, потому что он не влияет на общую выживаемость. Это не все системы в этом едины. Но если посмотреть на кривые общие выживаемости, то именно общая выживаемость не зависит от наличия резидуального рака ин-ситу. Частота локальных рецидивов, если объём оперативного вмешательства ограничен, она различается. Но опять же это влияет на частоту госпитализации, на стоимость суммарного лечения, но не влияет на общую выживаемость. Поэтому в глобальном плане система более-менее похожа. Нюанс это рак ин-ситу, который на некоторые клинические параметры всё-таки влияет для этих больных. Большое спасибо. Вопрос к Владиславу Владимировичу. Совмещая эту тему, и которая была предыдущей, Ваше отношение к люминальной типу А, органосохранной операции, возрастная женщина, старше 75 лет, нужна ли улчевая терапия? Дело в том, что в последнее время появилось всё больше и больше статей о том, что при люминальном типе А, лчевая терапия при органосохранных операциях нецелесообразна. Ну вообще, лчевая терапия является стандартом вообще после органосохраняющего лечения. Но, конечно, нужно учитывать нюансы. Действительно, если это пожилой возраст пациентки, если это левая молочная железа, наверное, иногда лучше отказаться. Тут даже вне зависимости от биологического подтипа. Спасибо. Вопрос к Вам, Владислав Владимирович. Спасибо большое за лекцию такую интересную, как всегда, содержательную, очень познавательную. Спасибо большое. А я врач-химиотерапевт и хочу спросить Вас о следующем. В последнее время нам даны совершенно другие ориентиры в лечении рака молочной железы. В частности, на сегодняшний момент нам говорят о том, что всё лучшее, что должно быть дано больной, оно должно быть дано на одеванте. И если мы выполняем ту программу, которая для этой больной была запрограммирована, то одевантная терапия не показана вне зависимости от степени патоморфоза опухоли. И в то же время я здесь достаточно часто вижу возврат к тому, что одевантная терапия всё-таки показана. Я не беру в расчёт хардваньо позитивный рак, там всё ясно. Я не беру в расчёт те раки, когда мы полную программу не выполняем. А вот если мы выполняем всё-таки полную программу, и патоморфозы не получаем. Как быть, молодая женщина, скажем, как быть? Совершенно правильно. Если мы выполнили полную программу, но есть полный патоморфоз, тогда да, мы ничего не проводим. Но всё-таки, если его нет, вот этот пол клеток, который остаётся, он совершенно коррезистентен был к тому лечению, которое было до этого. Возможно, там было несколько полов клеток, они были совершенно разные. Те, которые были чувствительны, они исчезли, которые нет, они остаются. И поэтому, естественно, нужно обязательно послеоперационное одевантное лечение. Потому что это явно улучшает прогнозы. Извините, пожалуйста, мою настойчивость. А вот ещё такой вопрос. Бывает ситуация, когда, скажем, иммуногистохимическое исследование, да, до химиотерапии, до неодевантной химиотерапии, и патоморфоз, который мы получаем уже, когда опухоль прооперирована, они как-то вот не укладываются, не соответствуют. И тогда бывает святая мысль, когда мы исследуем образец в удалённой опухоли. И достаточно часто мы видим, что меняется и рецепторный статус опухоли, и хардванью. А вот у меня к вам вопрос. Это имеет смысл не в рутинной практике, а вообще, когда это имеет смысл делать в практике, не в науке? Что вы имеете в виду делать? Исследовать образец опухоли после операции иммуногистохимически. Такая исследуется обязательно. У нас нет. После операции обязательно иммуногистохимия. Мы делаем это как до операции, так и после операции. И гистология. В стандартах этого нет. И иммуногистохимия обязательно делается, потому что, да, изменения могут быть. Значит, меняется тактика лечения. Это обязательно. Уже, мои коллеги, закончилась наша замечательная сессия, которая была посвящена очень важному вопросу оценке эффективности неодеванной терапии. И достоинством этой сессии было то, что выставили специалисты разных направлений лечения рака молочной железы и с разных сторон описали эту ситуацию. И нам понятно, что, ну да, приближение к истине нам еще далеко, и надо использовать все эти методы и пытаться понять все-таки, какой из них что может дать. Спасибо. Я думаю, что мы можем закончить нашу сессию. Еще следующая впереди.